Спасибо большое, брат Игорь Анатольевич. Можно без микрофона, потому что у меня есть свой микрофон. Спасибо вам за ваше гостеприимство и за эти сувениры. Я буду овечку эту хранить и вспоминать о вас, и смотреть книгу, и мечтать приехать к вам еще раз обязательно. Хочу поприветствовать всех, кто нас смотрит по трансляции прямой. Я надеюсь, что и моя супруга смотрит, Лена. Она обещала смотреть, я ее приветствую. Смотрит тот брат, за которого мы вчера молились, Андрей. Помните, я рассказывал, он в больнице сейчас. И он передавал всем привет. Он сейчас, наверное, тоже смотрит. И даже написал, что ваша молитва дошла до Господа. Мне сегодня очень-очень легче стало. Так что будем продолжать молиться. Ну и все мои друзья, кто смотрит, кому выслал ссылки, тоже Сергей у меня друг должен смотреть, наверное. Я тоже передаю всем приветствие. И мы с вами продолжаем исследовать Священное Писание. Я вот так бы обозначил эту тему сегодня. Ну, мы уже вчера с вами как бы подытожили, в чем суть вести трех ангелов. Это весть евангельская этому миру перед вторым пришествием Христа, о чем говорит нам книга Откровения, 14 глава. Но вот вопрос теперь, а как нам эту весть рассказать, да, людям? И Игорь Анатольевич попросил меня эту тему сказать, потому что эту тему я говорил для пасторов, когда у нас была встреча в Минеральных Водах во вторник, ему эта тема понравилась. Она действительно, наверное, имеет значение для нас. Вот мы общаемся в этом мире с разными людьми, строим взаимоотношения и с представителями конфессий разных, и с представителями власти. Вот мы встречались на этой неделе. А чему учит Библия нас? Как вот нам строить эти взаимоотношения с людьми? Какие советы дает нам Священное Писание? Чтобы нас услышали, чтобы услышали ту весть, которую доносит наша Церковь сегодня этому миру. И мы будем обращаться за примерами к героям Библии. К героям Библии. Сейчас попробую я включить свой презентер. Что-то он меня не показывает. Сейчас еще раз. Вот, заработал. Примеры библейских героев, они помогают нам понять, как нам относиться к людям, которые окружают нас. Ну, первый пример, который мы можем затронуть, это Авраам. Мы сегодня уже изучали о нем, немножко читали в субботней школе. Авраам пришел в эту землю, куда его привел Господь. Там жили языческие народы, мы знаем, племена, которые исповедовали там разные языческие религии. И вплоть до жертвоприношений человеческих они практиковали. И вот Господь привел его к этим народам. Он туда пришел, с ними столкнулся. Как он относился к ним? Интересно, если мы исследуем эту тему, то мы видим, что Авраам не был равнодушен к этим людям. Он мог бы, как некоторые у нас бывают, так рассуждают, ну, что там, язычники, грешники. Вот. И мог бы и так относиться к ним, да, зачем я вообще буду за них молиться и строить с ними какие-то взаимоотношения, если это такие грубые язычники, да. Вот. Но Авраам любил этих людей, несмотря на то, что вот они были язычниками. Он молился за них. И мы помним этот пример, когда Господь пришел к Аврааму и сообщил весь Аврааму о том, что он собирается уничтожить Содом и Гамору. Что стал делать Авраам? Что стал делать Авраам? Он стал торговаться с Богом, да, это так, как торговля. Господи, а если там вдруг есть люди, вдруг там 50 человек, 40, да, 30 человек есть, он снижает, как бы, планку, есть, которые все еще верны тебе, да, вот, которые не развратились, как и остальные жители. Неужели ты уничтожишь их тоже вместе с этими городами? То есть Авраам молился за этих людей, которые его окружали. Он даже воевал, воевал за жителей Содома и Гамора, там с пятью царями, помните, когда они захватили его племянника Лота. Он молился за Авымелеха, а перед этим он молился за фараона, царя египетского. И Авраам, ну, написано даже, текст такой есть, интересно, Бытие, 23 глава, 12 текст. Авраам поклонился перед народом земли той. Вот как он относился к людям? Поклонился перед этими язычниками, да, казалось бы, как это возможно, да? А что значит поклонился перед народом земли той? Как вы думаете, что этот текст означает? Вожительно относился, да, вот до сих пор на Востоке принято вот так руку к сердцу, да, прикладывает и поклоняется, да, вот так вот людям, когда они приветствуют. Вот как мы относимся, да, сегодня к людям? Вот смотрим мы на жизнь Авраама, берем мы пример с него, а между прочим, вот интересно посмотреть, ведь вот библейские герои, о которых мы говорим и будем сейчас дальше говорить, Авраам, Иосиф, Даниил, Исфири и так далее, они жили еще до того, как был явлен Христос, в Ветхом Завете, как мы говорим, но они поступали по образу и подобию Христа, правда, с людьми? Вот как такое могло быть? Они не зная еще Христа, но они уже подражали Христу, то есть как бы поведением этих героев Библии, о которых мы размышляем, людям уже тогда являлся кто? Христос, в их поведении, то есть они отражали Христа. Интересно, что при всем этом Авраам имел определенные границы общения с окружающими народами, в чем эти границы заключались? Он, например, не строил с ними в семейных взаимоотношениях, да, то есть он послал слугу своего, для того, чтобы сына его выбрали жену будущую из его народа. Почему это было важно, чтобы он не строил с ними в семейных взаимоотношениях? Да, он хотел сохранить веру в Бога. Если бы они растворились среди этих язычников, в своих семейных взаимоотношениях они могли бы потерять эту веру. И у нас это правило тоже существует, да, мы призываем наших молодых людей, чтобы они тоже как бы заключали браки с верующими людьми внутри церкви. Это помогает сохранить веру. Авраам не вступал в деловые какие-то отношения, вы знаете, да, серьезные. Конечно, у него были деловые отношения, что-то он торговал, но серьезные деловые отношения он не вступал, не связывал с себя обязательствами, жителями той земли. Опять же, чтобы сохранить свою веру. Вот интересно, так мы можем как бы охарактеризовать этот пример, пример Авраама. Авраам ненавидел грех, но любил при этом грешников. Вот смотрите, ненавидел грех, но любил грешников. Иногда мы путаем вот это, да, иногда мы путаем это. Иногда наоборот у нас в жизни бывает, да. Бывает такое? Вот нужно именно так поступать, как поступал Авраам. Ненавидеть грех, но любить грешника. И Авраам отрицал идею своей национальной исключительности, потому что Бог сказал ему, через тебя, Авраам, через семя твое, то есть через будущего Христа, который будет твоим потомкам благословяться, что все народы земные, да. Вот, наверное, это хорошая идея для нашей церкви, чтобы через наше служение благословились, что все народы. А, кстати, здесь, в вашем регионе, в частности, в Дагестане я был, да, в Кабардино-Балкаре. Здесь, наверное, ну, из всех республик и областей в России самое большее количество разных народов, кого только здесь не проживает, да. Вот, это тоже очень важно. Еще один пример, пример Иосифа. Иосиф был пленником, попал он в плен, мы знаем его историю в Египте. Но Бог благословил его, и со временем он стал вторым после человека по своей должности, после фараона человеком, вторым он стал, после фараона человеком по своей должности. А надо сказать, что Египет в то время это была такая держава мировая, ну, как сегодня приблизительно Соединенные Штаты Америки, для того древнего мира. Вот в его время Египет был вот таким. То есть, если мы сравниваем с сегодняшней ситуацией, то Иосиф стал, ну, наверное, госсекретарем США, да, это самая крупная, там, могущественная держава, приблизительно по своему влиянию, да, в мире. Я, конечно, ни в коем случае не восхваляю эту державу, да, потому что мы знаем пророчество, мы изучали об Америке, да, и о той роли отрицательной, которую эта страна сыграет в конце мировой истории. Но это был факт, это был факт, что Иосиф занимал очень высокое положение. А почему он достиг этого положения? А потому что он так относился к людям. Вот он попал в дом Патифара, да, как он действовал там, в этом доме Патифара? Рабом он ему служил, он ему служил, этому языческому царедворцу, да, Патифару. Причем он служил ему верно, да, не нарушая Божьей заповеди. Он попал в темницу и, казалось бы, в тюрьме, куда его бросили, из дома Патифара, да, вы знаете эту историю, ну, в тюрьме, когда человек оказывается, он как бы за себя должен бороться, за свое выживание в этих непростых условиях. Но что делал Иосиф? Он обращал внимание на людей, он хотел помочь тем, кто там рядом сидел, вот эти чиновники, Хлебодар, Виночерпи, он к ним подходит и говорит, а что это у вас лица такие, да? Смотрите, какое отношение. Казалось бы, человек о себе должен заботиться, чтобы себя спасти, а он заботится об этих людях, да? И в конечном итоге, когда Иосиф оказался премьер-министром Египта, что делает Иосиф? Что он делает? Он спасает не только свою семью, но он спасает и этих египтян, язычников, правда? Потому что, помните, запасы хлеба он сделал, он спасает их. Вот у нас, вы помните, был такой опыт когда-то, ну, достаточно давно, наша сестра Оксана Сергеенко, она работала замминистра финансов в нашей стране, когда еще Кудрин был заместителем министра финансов, Алексей Леонидович. Вот, и, ну, я не знаю, конечно, как там было, но мне кажется, что она тогда подсказала, что нужно сделать вот этот резервный фонд наподобие, как его сделал Иосиф, для того, чтобы в трудные годы, когда наступит кризис, у нас, что, были деньги. И когда ее хранили, вы знаете, она умерла, на этих похоронах был Алексей Леонидович, он именно так и сказал, что это именно благодаря Оксане, вот, было задумано резервный фонд, и это спасло нашу страну. Вот, то есть, Бог работает и действует и сегодня через современных Иосифов, чтобы, что, мы просто не видим это, да, иногда это находится, ну, как бы, за завесой такой от нас, да, мы не знаем, что это происходит, но Бог продолжает действовать и сегодня, продолжает действовать и сегодня. Вот, и вот это была проповедь Иосифа. Интересно, что, когда египтяне, Бытие 47 глава, 25 стих, обращались к Иосифу, они называли его спасителем. Ну, так написано, Бытие 47, 25. Ты спас нам жизнь, ты наш спаситель. То есть, опять в жизни Иосифа отражался кто? Христос отражался, совершенно верно. Еще один пример библейских героев, вот, и отношение их к людям, это пример Моисея. Моисея и Аарона, которые имели особое поручение от Господа пойти к фараону и сказать ему слова, отпусти, народ мой. Вы хорошо знаете эту историю. Почему именно Моисея Господь избрал для этой миссии? Вот интересный вопрос такой. Почему именно Моисея он избрал? Ведь было много, наверное, верных Богу людей в то время, кроме Моисея, среди египтян, правда? Но почему Моисея, как вы думаете? В чем причина? Потому что он знал, что он знал. Вот, Дмитрий Петрович нам, он хорошо знает Священное Писание и подсказывает, потому что он очень хорошо знал язык фараона. В буквальном и переносном смысле язык. Он воспитывался при дворе фараона, и он знал, на каком языке обращаться к этому человеку, поэтому Господь послал его к фараону. Это очень важно знать язык этих людей. Еще один пример – это Даниил. Даниил, пророк Даниил. Мы обычно изучаем его пророчество. Но посмотрите, интересно, сама личность пророка Даниила. К сожалению, нет времени отдельно про него рассказать. Вот, про пророка Даниила. Просто хочу сказать, что было я однажды в Самарканде, это Узбекистан, и там всем туристам показывают, ну, приглашают посетить могилу пророка Данияра, они его называют. Даниила. Оказывается, когда-то Тамерлан, там была целая история, он перенес остатки из, значит, Месопотамии, там, где был похоронен Даниил, по-моему, в Сузах он был похоронен, он перенес их, часть этих останков, в Самарканд, и там сегодня вот находится могила Даниила, и люди, ну, они называют его Данияра, и люди до сих пор помнят об этом человеке, ну, там много разных легенд, которые не соответствуют, конечно, Писанию, связаны с этой историей, но люди помнят сегодня о Данииле, даже вот не только мы, рассказывают о нем. Интересно, что Даниил тоже оказался, как Иосиф, рабом, пленником в древнем Вавилоне, но он с самого начала в своем сердце положил быть послушным Господу, мы знаем, да, вот, и он отделял свою жизнь от той жизни, которую вели там при дворе, вот все, кто там оказался, да, все эти пленники, и Бог наделил его мудростью, Бог наделил его знаниями, мы знаем, что Бог послал его к этому могуществованному царю Навуходоносору для того, чтобы Навуходоносору тоже сообщить Божью весть. Интересно, когда Даниил предстал перед Навуходоносором, а кто такой был Навуходоносор для Даниила? Он был врагом тем человеком, который был виновен в захвате его страны, в разрушении храма, вы знаете, что для еврея разрушение храма это самое ужасное событие. Может быть, он был причастен к убийству его родных и близких, Даниила. И вот он обращается к этому могущественному царю, и он говорит ему такие слова. Он, Господь, низлагает царей и постановляет царей. Он сообщает Навуходоносору весть от Бога, весть, которая говорит о том, что ты, царь Навуходоносор, оказался на этом месте не благодаря своим талантам, и своему величию, а благодаря кому? Благодаря Богу. Бог тебя поставил, и Бог тебя что может? Убрать с этого места. Интересно, что в истории Даниила в истории Даниила отражается вот эта идея, что все земные правители, какими бы они ни были хорошими или плохими по своим человеческим качествам и поступкам, все земные правители допущены к управлению кем? Богом. Апостол Павел потом пишет, всякая власть от Бога на земле. Вот это очень и очень важная весть, и эта история Даниила, она учит об этом. Между прочим, если прочитать последние главы книги Даниила, 10-й, 11-й главы, вы увидите, что Даниил молится за земных правителей. Молится. Зачем он это делает? В этих главах вы прочитаете. Зачем? Потому что за душу земных правителей тоже ведется что? Борьба. Борьба. И по молитвам Даниила Господь посылает своих ангелов для того, чтобы склонить сердце земных царей на сторону Бога. Вот это борьба идет. Поэтому Бог призывает нас молиться за власть имущих. Но не только вот эти мужи веры являются примером таким для нас в плане того, как Бог защищает свой народ. Женщины. Книга Исфирь, например. Мы тоже с вами хорошо знаем книгу Исфирь. Она тоже была таким Божьим посредником между Божьим народом и правителями того мира. Царем Артаксерксом, например. Исфирь не побоялась прийти к царю, хотя за это, знаете, была положена смертная казнь. Если кто-то к царю являлся, даже его жена, без приглашения, такие были порядки в то время. За это полагалась смертная казнь. Но Бог благословил Исфирь, и она стала ходатаем перед царем и Божьим вестником. Еще один пример из Ветхого Завета мы находим. Это девочка, служанка у полководца Ниемана. Вы помните? Да, это был могущественный человек. Наверное, может быть, более могущественный, чем сам царь ассирийский. И эта девочка, рассказывая ему о Боге, вот через нее она стала тем проводником Божьей вести, который коснулось сердца этого могущественного и, наверное, жестокого правителя Ниемана. Вы помните эту историю? Благодаря проповеди этой девочки Ниеман, в конце концов, что? Узнал Бога, да? Узнал истинного Бога. И вошел в историю Библии, совершенно правильно. Но, конечно, для нас, для нас с вами главным примером того, как нам проповедовать людям, как нам относиться к людям, является кто? Иисус Христос. Иисус, который встречался с самыми разными людьми, как самого разного социального положения, да? И не только с иудеями, его времени он встречался с представителями самых разных народов. Вот он является для нас примером. Интересно, что в своих взаимоотношениях с представителями власти того времени Иисус придерживался принципа, который был изложен им в Евангелии от Матфея, Луки или Марка. Вот у Марка записано 12 глава, 17 стих. Слова Спасителя. «Кесарева кесарю, а Божье Богу». Христа все время хотели обвинить в том, в чем нередко обвиняют и нас сегодня. По сути, если говорить современным языком, то фарисеи хотели обвинить Христа в экстремизме, то есть в восстании против, что? Власти кесаря, против государственной власти. Сегодня те, кто восстают против власти земной, их называют как? Экстремистами зачастую, да? Там террористами, экстремистами. Вот Христа хотели обвинить в том же самом, фарисеи, поймать его. Поэтому они задали ему вопрос. Ну, его много раз пытались обвинить, но вот один из таких ярких случаев записан в Евангелии. Ему задают вопрос. А нужно ли нам платить что? Налоги. Ну, подать это налоги, мы понимаем. Нужно ли нам платить налоги? Это была ловушка. Почему? Это была ловушка. Если Христос скажет, не нужно платить налоги, его скажут, вот экстремист. Если Христос скажет, нужно платить налоги, скажет, он на стороне римской власти, он против своего народа, да? Они думали, что поймали его в безвыходное положение. Но что говорит Христос им? Он говорит, он не так говорит, он говорит, посмотрите на эту монету, да? Что там, чье изображение находится? То есть, он начинает задавать уже им вопросы. Такой прием он использует, чтобы они могли немножко подумать, его слушатели, о чем они вообще спрашивают, чтобы они могли подумать, что там изображено? Кесарь, вот вам ответ. То есть, по сути, даже не Христос ответил, а сами его слушатели, да, те, кто ему задавал вопрос, они сами ответили на свой же вопрос. Вот смотрите, как интересно. Если кесарь, так в чем вопрос? Отдавайте то, каждому то, что ему принадлежит, иными словами. Но вот в этих словах содержится очень важный принцип Христа. Христос говорит, царство мое не от мира сего. Не от мира сего. Бог разделяет, отделяет, точнее, церковь от государства. Отделяет церковь от государства. Не в том плане, что мы не должны служить людям. Нет, мы как раз должны служить людям. Но в другом отношении. Государство существует для того, чтобы сохранить на земле земной порядок. И для этого любое государство имеет армию, полицию, какие-то специальные службы. Все эти люди призваны к тому, чтобы у нас был порядок. Представьте, если бы в государстве не было армии, полиции, спецслужб. Как вы думаете, хорошо бы нам жилось? Были такие люди, анархисты, когда-то, вы помните, да? Ну, учение такое было. Они говорили, что вот как раз мы хотим такого общества, где не было бы ни армии, ни полиции, ни спецслужб. Учили так. Ну, а хорошо это, когда так происходит? Как вы думаете? Хотели бы мы жить в таком обществе? Никто. Почему? А как же будет тогда порядок? Тогда мы выйдем на улицу, и нас что, зарежут, или убьют, или еще что-нибудь с нами сделается? Поэтому государство нужно для этой цели, чтобы предотвратить дальнейшего распространения греха людей, чтобы защитить людей. Это важная функция. А вот церковь для чего создана? Почему Христос говорит, царство мое не от мира сего? Почему Он произносит такие слова? Для чего Бог создал церковь? Самое главное, вы сказали, для свидетельства об Иисусе Христе, для проповеди о Спасителе Иисусе Христе. У церкви много разных задач, конечно, но самая главная задача – это проповедь о нашем Спасителе Иисусе Христе. А как мы эту проповедь? Какими методами мы эту проповедь, ну, современным, опять же, языком говоря, хотя мне не нравится слово «метод», его и нету в Библии, но уж такой язык современный, я его использую. Какими методами пользуется церковь? Для проповеди вести об Иисусе Христе, для проповеди трехангельской вести. Какой основной метод? Изучение Слова Божия – это да, но основной, самый главный. Как мы его назовем, этот метод? Каким одним словом можем назвать? Одним. Как действует сегодня церковь? Должна действовать. Как действовал Христов? Ну, как мы это назовем одним словом? Свет и соль. Есть такое слово, называется оно «любовь». Да? Вот все, что вы говорите сейчас, это есть что? Любовь. И Христос призывает нас действовать любовью. И Он учит нас, никому не воздавайте злом. На зло, да? На зло не отвечайте никому злом. А наоборот, Он учит нас, молитесь за врагов ваших. Любите тех, кто вас обижает. И сам Он, когда был на кресте, Он молился за распинающих Его. Это в корне отличает нас от государства, да? Правда? Вот интересно, я и пасторам тоже, вот Игорю Анатольевичу эту мысль понравилась. Когда мы смотрим новости по телевизору, многие уже сейчас телевизор не смотрят, по компьютеру. Когда мы видим, что полиция, например, разогнала какой-то митинг, да? Там, дубинками или еще как-то. Какие чувства мы испытываем, как верующие люди? Ну да, мы... А почему мы возмущаемся? Почему мы возмущаемся? Причина в чем? Причина в том, что церковь-то действует другими методами. Правильно? Вот почему мы возмущаемся. А вот это несправедливо, это неправильно. А государство действует другими методами. Но нам нужно помнить, что царство наше не от мира сего. И поэтому мы не можем давать оценку действиям полиции, спецслужб, которые разгоняют там митинг или еще что-то при помощи силы оружия. Мы не можем оценивать эти действия, потому что мы-то церковь, мы действуем по-другому. Если кто-то начнет хулиганить в молитвом доме, мы за это не будем бить человека, правда? Потому что мы постараемся как-то по-другому решить эту проблему, действуя любовью. А в государстве не так. И вот почему, дорогие братья и сестры, мы не должны осуждать тех людей, которые являются служащими в этом государстве. Не должны осуждать, потому что это их функции прямые, чтобы сохранять порядок при помощи оружия и силы. Это, как у нас молодежь говорит, это не наша поляна, да? Такое есть выражение. Это не наша сфера. Наша сфера другая. Церковь действует любовью, мы другие люди. Но мы не должны осуждать тех, кто несет эту службу. И это то, о чему учил Христос. Интересно, что ко Христу приходили разные люди, в том числе и облегченные властью. Например, Никодим. К нему пришел ночью, мы знаем. Христос не стал укорять этого человека, Никодима. Почему ты открыто не можешь заявить о себе, как о моем ученике? Он понимал, что Никодим не может открыто еще сегодня заявить о своем интересе к его учению, к Иисусу Христу. Придет премия, позже он это сделает. Поэтому Христос вообще не затрагивает этот вопрос. А когда он встречается с Никодимом, а он был членом правительства того времени, он относится к нему, как к человеку, нуждающемуся в Евангелии, в духовном рождении. Интересно его отношение к Никодиму. Так и мы сегодня, когда мы встречаемся с кем-то в этом мире, представители власти в том числе, Христос нас тоже к этому призывает, чтобы мы относились к этим людям с любовью, как к тем людям, которые тоже нуждаются в Евангелии. Может быть, среди этих людей тоже есть Никодимы. Интересно, что Христос приводил пример, веру тех людей, которые не принадлежали к народу Божьему. Например, вы помните римский сотник, этот офицер, который носил меч. Но Христос говорит, что у этого человека веры больше, чем у вас. Он обращается к народу. Так это было? Может ли быть такое, чтобы в наше время, чтобы у человека, который в армии служит, полиции или в каких-то спецслужбах, вера была больше, чем у нас? Ну, если это возможно было тогда, в Евангелии, то, наверное, это возможно и сейчас, правда? Да, у врачей много веры, и у полицейских тоже может быть много веры, потому что Христос говорит, вот, сотник, вам пример. Конечно, эти слова, они вызвали недоумение, может быть, даже недовольство среди его слушателей. Вы помните, как отреагировали, да, на эти слова тех, кто его слушал? Многие возмущались. Как же это так? Но это было так. Еще интересная одна история, она для нас очень важная. Это история, которая произошла с Петром и Иоанном. Вы помните, что учеников привели в Синедрион, в правительство, и запретили им проповедовать о Христе. Сказали, мы вам запрещаем. Как они отреагировали? Нужно ли подчиняться человеку? Они задали риторический вопрос, на который только один ответ может быть, да? Конечно, конечно, мы не можем выполнить такой указ, такой закон, потому что Богу нужно подчиняться более, чем людям. И это учит нас о том, что мы всегда выполняем земные законы до той поры, пока эти законы не вступают в противоречие с учением Священного Писания. Вот это очень важный момент. Никакой закон земной не может нам запретить проповедовать о Христе. Правда? Мы не сможем просто подчиняться такому закону, если он выйдет, нам запретят, скажут, не проповедуйте о Христе. Мы скажем, мы этого не можем сделать. Мы не можем подчиняться тем законам, которые призывают нас к нарушению Божьих заповедей. То есть у земной власти и у того общества, которое окружает нас, есть определенные границы влияния на нас, правда? И эти границы, они очерчены тем, что написано здесь в Священном Писании, в Библии. Это очень важно, чтобы мы это помнили. Ну и еще один такой пример, как вот проповедовал апостол Павел сильным мира сего. Вы знаете, что апостол Павел имел тоже по тем временам высшее образование, как, наверное, Моисей в свое время. И именно Бог поэтому выбрал его для того, чтобы он стал великим проповедником. Апостол Павел проповедовал и Феликсу, и Фесту, и Агриппе, сильным мира того. Он был в Синедрионе, проповедовал о Христе. И по легендам, конечно, в Библии этого не записано, но по легендам когда-то он предстал для проповеди и пред самим римским императором. Мы знаем, что его казнили за проповедь Евангелия в городе Риме. До сих пор там находится это место, где за свою веру умер апостол Павел. Но вот интересно, как он проповедовал Евангелие. Мы читаем с вами, например, книгу «Деяния апостолов», 17 глава, с 22 стиха, когда апостол Павел проповедует в Ариапаге. Там, кстати, до сих пор для туристов на этом месте, просто я был там когда-то давно уже в городе Афины, и там до сих пор для туристов табличка, где на греческом языке записаны слова проповеди апостола Павла на том месте, где вот в Ариапаге он проповедовал. Ариапаг – это был, ну, как бы верховный совет того времени. И апостол Павел начинает свою проповедь не с критики тех верований, которые там много было в Афинах, там со всех стран привозили богов эти торговцы, и на рыночной площади эти боги стояли там самые различные. И это были язычники, конечно, но апостол Павел свою проповедь не с этого начинает, а с чего? Значит, что он находит в этих людях? Он находит что-то хорошее, да? Вот что-то хорошее. Господь учит нас, что в людях, какими бы они ни были, всегда можно найти что? Что-то хорошее. Всегда можно найти что-то хорошее. И именно с этого нам нужно начинать строить взаимоотношения с людьми. Не с критики, да? Не с обвинения людей, и не с осуждения людей, которые неправильно верят, не так, как мы молятся, не так, как мы одеваются, не так, как мы мыслим. Не с критики нужно, и не с осуждения этих людей начинать проповедь. А нужно учиться находить в людях что-то хорошее. И, кстати, в этом апостол Павел подражал кому? Иисусу Христу так же, как и другие библейские герои. Он действовал так же, как Христос. Интересно, что Библия учит. «Всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Потому противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злою». То есть Бог называет тех, кто служит с мечом, представителей правоохранительных органов, он называет Божьими слугами. Конечно, это не значит, что эти Божьи слуги всегда верны в своем служении. Но это точно так же, как и мы, мы же тоже не всегда верны. Это же очевидно. Но тем не менее, это Божьи слуги, понимаете? Те же полицейские, например, или служащие в армии, служащие в этом государстве, в котором мы видим. Так говорит Священное Писание. И когда у нас возникают какие-то проблемы, а почему у нас возникают проблемы, кстати говоря? Ну, имеется в виду, там, штрафуют нас. Да, причины, если мы разбираться будем в юридических тонкостях, мы найдем какие-то юридические причины. Юрист нам посоветует и скажет, знаете, вот у вас проблема, Олег Юрьевич, вот в этом, в этом, вы там неправильно книги не пропечатали, или еще что-то сделали, неправильно закон не соблюди. А вообще, глобально это причина в чем? Почему у нас проблемы возникают? Что говорил Христос? Он говорил, как поступали со мною, так будут поступать и с вами, моими учениками. Правда? Если ко Христу придирались, будут придираться к нам. Если Христа осуждали, то будут осуждать и Христа. Я думаю, и нас, да, как Христовых. Я думаю, что если бы вот сейчас Христос пришел бы сюда вот, скажем, в Нальчик, я думаю, что его, наверное, посадили бы в тюрьму. Да? Потому что спросили, а где у тебя документ, который разрешает тебе проповедовать? А почему твои книги не пропечатаны? Да? Вот вы улыбаетесь, но это так, к сожалению, так. Да, еще бы спросили, а какое у тебя образование? Сейчас новый закон вышел, что всякий проповедник должен иметь российское образование, только в нашей стране. А где твоя прописка? Вот я думаю, что все это вызывает у нас улыбку. Мы понимаем, что запретить нам проповедовать о Христе невозможно. Мы все равно будем проповедовать. Конечно, мы будем стараться соблюдать законы, если они не противоречат Слову Божьему. Например, пропечатать нашу литературу, это не противоречит ведь Священному Писанию. Правда? Здесь же нет такого запрета. Мы это можем сделать. Конечно, мы постараемся соблюдать эти законы максимально, чтобы избежать штрафов каких-то. Потому что мы не экстремисты и не террористы. Это даже смешно, слышать в адрес нашей Церкви такие обвинения. Потому что наша Церковь всегда призывает к любви к людям. И мы верим, что жизнь человеческая она превыше всего, потому что за нее отдал свою жизнь, за человеческую жизнь свою жизнь отдал кто? Спаситель. Мы не можем быть экстремистами и террористами. И более того, каково наше отношение к власти, к чему призывает нас апостол Павел? Он говорит совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. К чему призывает нас Господь? Он призывает нас молиться и за полицейских, которые к нам приходят, да? Вот. И за сотрудников спецслужб призывает молиться. И, конечно, за президента, да? И, может быть, вечером немножко я покажу и расскажу вам эти опыты. Но иногда удается, вот сейчас пандемия, это сложно сделать, но до пандемии в году несколько раз мне удавалось встретиться на разных приемах и мероприятиях с президентом нашей страны, потому что я член Совета и приглашают иногда на эти мероприятия. Вот. И спрашивают меня, ну, мои знакомые друзья и супруга моя, вот Лена спрашивают, ну, а что ты сказал президенту? Ну, что можно сказать за несколько, даже, в общем-то, иногда и не минут, а секунд общения с ним, потому что там же много народу, не будешь же общаться. Вот. Ну, иногда там минуту-другую удается пообщаться, но не более. Что можно сказать? Я стараюсь всегда говорить ему слова из этого текста, послания к Тимофею. Я ему говорю, Владимир Владимирович, наша церковь, адвентистов седьмого дня, молятся за вас, лично за вас. Постоянно ему это говорю на встречах. И он уже видит, когда меня улыбается и благодарит. И говорит, вы знаете, это, наверное, он лично такие слова говорил, мне очень-очень приятно. Когда он передает, приветствует церкви, он говорит, передайте приветствую и большую благодарность за ваши молитвы. Вот, дословно. Потому что те люди, которые занимают столь высокое положение, вы знаете, какая борьба ведется вокруг них, да? Невидимая для нас борьба. И Бог призывает нас молиться за них, как написано здесь в этом стихе. «Поступать так, как поступал наш Спаситель». В книге притчи написаны слова «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И мы с вами в этом смысле тоже спасатели, да? Вот есть МЧС, да? Служба спасения. Но в этом смысле мы тоже спасатели, потому что Бог призывает нас к проповеди о Нем, о Христе, к спасению людей. Недавно я прочитал историю об одном человеке, он еще жив, этот человек, вот, вы его видите, Шаварш, Шаварш Карапетян. Это, кто-то читал о нем, да? Да, эта история мне поразила. Вот, это армянин, он по своей национальности, вот, сейчас я попробую здесь пролистать, но ладно, не важно. Вот, он был, рос такой в семье, благочестивый, его очень строго там родители воспитывали, и этот человек, он очень ответственно относился с детства к любому делу, каким бы он ни занимался. Отдали его родители на секцию плавания, на секцию плавания, и он сначала вообще не умел, в 13 лет его отдали, он не умел плавать, в 13 лет. Но за 4 года, вот подумайте, за 4 года, он так научился плавать, что он выиграл все союзные первенства по плаванию для его возраста тогда. Он жил, ну, во времена Советского Союза, это было, история эта была. Так научился плавать, что он у всех выигрывал первенство. И вот, но он тренировался самостоятельно, а в то время были советские чиновники, которые не любили какую-либо самостоятельность. И поэтому чиновники в то время, парадоксальный случай, но запретили, они ему заниматься плаванием, потому что они посчитали, что он тренируется самостоятельно. Ведь чиновникам хотелось, что, самим получать эти награды, что они воспитали героя, олимпийца, а он-то самостоятельно тренировался. Вот, они ему сказали, мы закрываем для тебя соревнования по плаванию. Вот, но этот человек не сдался. Он в своей жизни встретил тренера по подводному плаванию. который тоже испытывал определенные проблемы с чиновниками. И этот тренер сказал Шаваршу, я буду тебя тренировать, если они не хотят, чтобы ты был пловцом, я сделаю тебя пловцом-подводником. Там тоже были соревнования. Он стал его тренировать, значит, и он стал пловцом, который участвовал в соревнованиях по подводному плаванию. Вы видите, вот в центре он здесь, Шаварш стоит, видите, сколько медалей он завоевал. Даже нет места на его груди, чтобы уместились эти медали. Вот, и он выиграл очень много соревнований по подводному плаванию. Однажды у него была такая история, он приехал в Киев и, значит, на первенство социалистических стран по подводному плаванию. Ему предстояло проплыть 800 метров с аквалангом, но кто-то ему захотел помешать, победить. Вот, и в акваланге не было достаточно воздуха для него, представляете? То есть, кто-то смухлевал и дал ему пустые акваланги без воздуха. Ему нужно было проплыть еще 725 метров, а он почувствовал, что воздуха не хватает уже у него. И вот этот человек задержал дыхание и продолжал эти соревнования. На финише он уже приплыл на финиш практически без сознания, но он выиграл это первенство, несмотря на то, что вот кто-то ему перекрыл кислород буквально в смысле этого слова. Но самое интересное, почему вот я обратил внимание на эту историю, этого человека можно назвать человеком, который родился для того, чтобы спасать людей. Впервые в его жизни произошел вот этот случай. В январе 1974 года он вместе со своим братом возвращался в родной город, там, в Армении, на автобусе. И в районе заправки на склоне горы водитель забыл включить тормоз стояночные в этом автобусе. И автобус покатился по склону горы прямо вот в пропасть, в ущелье. Первым в этой ситуации сориентировался как раз Карапетян, вот этот Шаварш. Он выскочил из автобуса, локтем разбил стекло кабины водителя и остановил автобус всего лишь в нескольких метрах от пропасти. спас всех тех людей, которые находились в этом автобусе. Следующий случай произошел с ним 16 сентября. Сейчас я попробую здесь вот. Компьютер не мой, к сожалению, трудно мне им управлять. 16 сентября 1976 года. Он пробежку делал возле Ереванского водохранилища. И мимо него следовал маршрут автобус, троллейбус точнее, наверное. Маршрутный троллейбус номер 15. И вот в то время, пока бежали там спортсмены, неожиданно происходит авария, троллейбус вылетает за пределы дороги и попадает прямо в это водохранилище. 92 пассажира оказались там в плену в воде. Температура воды была 13 градусов. И этот человек Шаварш, он ринулся туда в воду и стал вытаскивать пассажиров одним за другим. Он же был чемпион по подводному плаванию. То есть, он без аквалангов, как бежал, он ринулся в воду и стал спасать тех, кто там находился в автобусе в воде. Он вытащил 40 человек. Но, к сожалению, удалось откачать только 20 человек. И в один из своих, когда он нырял в одно из своих погружений, он уже, теряя сознание, фактически, ну, представляете, да, что такое вытащить 40 человек. Он уже, теряя сознание, он перепутал, он вытащил вместо человека сидение из этого автобуса. Ну, уже, видимо, у него сознание было такое. И вот, потом всю свою жизнь он вспоминал об этом случае, об этом случае, как о самом негативном случае своей жизни. Он говорил, я мог бы спасти человека, еще одного, но вытащил в сидение. Но он спас 20 человек. После этого он попал в больницу, его долго откачивали там, естественно, что он потерял возможность уже потом принимать участие в соревнованиях. Какое-то время он был тренером, тренировал пловцов по подводному плаванию, но потом он не смог заниматься этим, тоже по своему здоровью, он ушел на другую работу. Но вот интересно, что на этом история этого человека не закончилась. Однажды он увидел, что загорелся в Ереване спортивный центр. Он проезжал мимо. И этот человек ринулся в огонь и стал спасать людей, которые находились в этом спорткомплексе горящем. Вот такая история этого человека, Шаварша Карапетяна, человек, который родился для того, чтобы спасать. Эта история, она, в общем-то, является примером, наверное, для нас. Ведь Бог призывает нас тоже к спасению людей, в духовном смысле этого слова, к проповеди Евангелия. Причем интересно, что ведь мы вот думаем о спасении людей чисто в плане вечной жизни. Мы проповедуем о Христе, который дарует нам надежду на жизнь вечную. Но иногда спасение людей происходит в буквальном смысле этого слова. Я сталкивался не раз с тем, что к Христу приходили бывшие наркоманы, алкоголики, то есть те люди, которые, если бы не узнали о Христе, они погибли бы, но они приходили к Богу, и для них вопрос спасения это не теоретический вопрос, а как у нас говорят, вопрос буквально, практически, вопрос жизни и смерти. Мы тоже должны об этом думать. Проповедуя людям Евангелие, мы не только спасаем их для вечности, принимаем участие, спасает Господь, конечно, принимаем участие в спасении для вечности, но мы принимаем участие также и в спасении людей для этой жизни, чтобы люди жили здесь, жили наполнены жизнью, насыщенной, как говорит священное Писание. Сегодня Бог проводит грандиозную спасательную операцию, спасая людей, Он обращается к людям этого мира со своей вестью, записанной в книге Откровения, вестью трех ангелов, вестью, которая возвещает Евангелие, которая возвещает Христа и Господь поручает нас быть теми, кто является, как у нас говорят, соработниками в этом деле спасения. Пусть Господь благословит церковь здесь, в городе Нальчик, чтобы мы учились у библейских героев, учились у самого Христа, как нам эту весть донести, как нам сделать так, чтобы нас услышали в этом обществе, в нашей стране, в том мире, в котором мы живем. Аминь. Давайте мы обратимся к Богу в молитв. Божий Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя от всего сердца за то, что Ты посылаешь нам Твою весть, весть евангельскую. Мы обращаемся в своих молитвах к Тебе, чтобы Ты благословил всех нас на проповедь Евангелия этому миру, чтобы научил нас, как нам относиться к людям окружающим, к нам относиться к представителям власти, как нам относиться к тому, что иногда с нами несправедливо поступает в этом мире, как нам научиться любить даже своих врагов, как Ты возлюбил их, как Ты возлюбил нас, грешников. Господи, даруй нам этот дар, дар прощения по отношению друг к другу, по отношению ближнему своему. Благослови нас, Господи, мы молим Тебя ради и во имя Иисуса Христа. Аминь.